Здравствуйте, с вами Анна, администратор Сеаттой Винтофуру, и сегодня я начну рассказ о первых принципах христианства. В поисках Бога Первое вступление, римлянам первого глава, 20-21 стих. Для того, чтобы убедиться в существовании Бога, достаточно посмотреть на мир, который окружает нас. Могущая любовь к Богу ясно проявляется во всем, что Он создан. Второе. Замысел Бога Деяния, 17 глава, 24-25 стих. Бог сотворяет от мира все, что наполняет Его, включая нас. Деяния, 17 глава, 26-28 стих. Бог хочет, чтобы каждый решил искать Его. Он создал нас, чтобы мы нашли Его, и поместил нас в определенное время и определенное место. Деяния, 17 глава, 30-31 стих. Весь мир и каждого человека, кто когда-либо жил, живет или будет жить на земле, ожидает праведный суд Бога. Атта-Анна, 3 глава, 16-18 стих. Бог спасал Слава Госына в мир, чтобы дать каждому возможность спасти Симу и не быть осужденным в последний день. Тот, кто верит в Сына Божий, не будет осужден. В этом стоит благая весть. Атта-Анна, 14 глава, 6-7 стих. 1 Тимофеев, 2 глава, 3-6 стих. Иисус – единственный путь, в котором мы можем прийти к Богу, познать Его и спастись. Бог хочет, чтобы все люди были спасены и познали истину. Иисус – единственный последний между Богом и человеком. Третье заключение. Иермия, 29 глава, 11-13 стих. Бог любит тебя. Он хочет дать тебе жизнь, исполнив надежду, уверенность и удовлетворение. Хочешь ли ты найти Бога? Бог любит тебя. 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 Что значит быть учеником? Видение Деяния 11 глава, 19 по 26 стих. История обращения язычников в Антиохии. Проперить Богу в вести об Иисусе плёг тому, что язычники обратились к Богу. Здесь произошло одно важное событие. В первую очередь учеников Иисуса стали называть христианами. Какое слово потребуется чаще, ученик или христианин? Слово христиан встречается в Новом Завете всего три раза. Этим словом неверующие люди стали назвать учеников Христа через 7 лет после появления церкви. Слово ученик можно встретить в Новом Завете более 270 раз. На всем протяжении своей земной жизни Иисус многократно объяснял, что начали быть его учеником. И так, чтобы быть спасенным, нужно стать учеником Христа. Только тогда такой человек может назваться христианином. Только тогда он христианин в глазах Бога. Христианин равно ученик, равно спасенный. От Марка 1 глава 14 по 18 стихи. Иисус призывает учеников следовать за собой. Иисус обещает им, что сделает их хвостами души. Реакция учеников была незамедлительной. От Утии 9 глава 23 по 26 стихи. Если кто-то хочет, Иисус не заставляет и не принуждает наследовать за ним. Это наш выбор, наше добровольное решение. Отличься себя и отвергнуться себя, посмотрите на молитвы Иисуса в Симанском саду. От Матфея 26 глава 39 стих. Отец мой, если это возможно, пусть умилюет меня чаша сия. Но пусть будет не то, что хочу я, а то, чего ты желаешь. Нестистию Христ, при котором жертвует самим желанием для Бога, исполняйте Его волю каждый день. Преобъяснись мир, а себя самого погубить или погибнуть. Потерять свою жизнь ради Христа, не сохранить ее. От Утии 14 глава 25 по 33 стихи. Стихи 25 по 27. Нужно любить Иисуса больше, чем кого-либо другого. Как бы мы больше всего любим, будет такого мы и будем исполнять. Стихи 28 по 30. Подсчитать стоимость, прогрешение стать учеником. Это решение оснований для всех будущих решений. Стихи 31 по 32. Оцени свои шансы на победу, а дай Богу все, а не часть. От Утии 4 от Утии 11 глава 1 по 4 стихи. Нужно научиться молиться. Ученики верить, что молитва предает Иисусу силы, ежедневное взаимоотношение с Богом. 5 от Иоанна 13 глава 4 и 5 стихи. Мы должны любить друг друга. Стремитесь как можно больше общаться и дружить с учениками. 6 от Иоанна 4 глава 1 и 2 стихи. Блестятся только те, кто уже принесли не стать учеником. 7 от Матфея 28 глава 18 по 20 стихи. Иисус заповедует обращать все народы, помогать людям становиться учениками. Каждому необходим наставник, чтобы расти в мире. Заключительные вопросы. Ученик Илья, настоящий я христианин. Спасен Илья. Что мне необходимо сделать, чтобы стать учеником? Семь был Ан администратор сайта Винтерфору. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok